Дорогие друзья, уважаемые трейдеры, всех приветствую, с вами Педром Рауф и вы смотрите ежедневный обзор рынка. В течение этой программы мы разберем ситуацию, которая на рынках, на фондовом рынке, на рынке Forex и также на рынке криптовалют. Посмотрим, что можем делать внутри дня с разными активами. Разберем конкретно на примере MetaTrader, на графиках, по Forex парам, по криптовалюте и также по некоторым акциям. Я увидел ваши комментарии по поводу натурального газа и палладий. Мы их тоже сегодня разберем. Кстати, сегодняшний обзор как раз с недавней новостью связан по поводу натурального газа. Фундаментальный анализ тоже сделаем. Разберем экономический календарь дня, посмотрим, что нас ожидает в течение дня по релизам и потенциал ценового движения тоже в конце разберем. Есть аналитика о том, что натуральный газ может вырасти особенно ближе к зиму. То есть, есть такой анализ, об этом все NBC написали прямо сегодня. Ваш коммент я, к сожалению, пропустил. Вы его оставляли еще три дня назад под видео. Спасибо, что комментируете. В случае, если будут вопросы, либо же интересные активы, которые вы хотели, чтобы я разбирал, тоже комментируйте. Я попытаюсь обязательно их тоже разбирать. По поводу натурального газа и по поводу того, что 13-летний максимум по факту находится на этих максимумах и есть вероятность его дальнейшего роста. И еще одна новость по поводу аналитики Deutsche Bank, которая последовала после аналитики JP Morgan и Goldman Sachs по поводу того, что нужно готовиться к коррекции на рынке на фоновом рынке, то есть по S&P и по Dow Jones и по наступку и так далее. Просто, опять же, там говорится о том, что просто отчетности по компаниям ухудшаются, идут на ухудшение и будут идти еще на ухудшение, но пузырь растет. Поэтому есть вот такой сигнал относительно об этом говорит Deutsche Bank, об этом говорили JP Morgan и Goldman Sachs. Но на это нужно обращать внимание. Сейчас посмотрим, на самом деле, как на рынках, что именно по ценовому движению, в каких боковиках находимся, с какого, с каких диапазонов в случае, если выйдем, то начнется коррекция. И по поводу Байдена и его звонка вчерашнего с президентом Китая, на почве чего начали расти снова китайские акции. Но на этот рост тоже мы посмотрим. Достаточно смотрится, возможно, если честно, то не очень сильно перспективы в дальнейшем. Но есть аналитика разных других трейдеров и некоторых миллионеров о том, что не пропускайте этот момент по поводу Рейдали. Вчера он говорил о том, что не пропускайте момент. Сейчас, скорее всего, можно инвестировать в рынок китайский. Китай также продолжает давить на игровую индустрию и компьютерных игр. Из-за этого некоторые акции падают, связанные с этой отраслью. Но в целом по поводу китайского рынка есть некоторая неопределенность, которая до сих пор продолжается. Но сегодня, сейчас именно посмотрим тоже на их графике, они растут. И начнем с натурального газа. На дневном графике мы видим, что цена, по факту, прорвала некий максимум с 2018-го и даже с 2014-го. То есть, этот максимум два раза протестировался в течение последних, можно сказать, шесть лет. Семь приблизительно уже, якобы, восемь. И прорывается вверх. То есть, пробой произошел на дневном графике. И еще нету никакого укрепления, нету никакого очередного ретеста сверху этих отметок. Посмотрим на четырехчасовый график. Пять долларов. Это, кстати, отметка очень-очень психологическая. Поэтому, в случае, если дальнейший рост даже и будет в ближайшее время, нужно дождаться отката и хотя бы некого укрепления над 5 долларами. То есть, если ниже, то это значит, что цена идет на коррекцию до 4 долларов и 50 центов. Но затем, скорее всего, рост продлится в среднесроке, в долгосроке. Опять же, мы делаем с прицелом до зимы, то есть, включая сезон, зиму тоже. По поводу палладии тоже спрашивали. В краткой сроке по газу, в целом, мне кажется, что коррекцию нужно дождаться. Коррекции сейчас на вершине войти не очень хорошая идея. Особенно исходя из импульса, который мы увидели по натуральному газу. А по поводу палладии еще спрашивали. Это можно его отнести относительно к защитным активам, но не совсем. Сиревой рынок больше. Так, где у меня палладии? По поводу палладии спрашивали. Очень сильная консолидация. И на что я, кстати, хотел бы обращать внимание. Вот эта свеча и ретест. Дальний, да, то есть, вглубь, в пустоту относительно ближайшее время. Вот этот диапазон, который протестировался якобы, 960-980. Он достаточно исторический, потому что очень-очень деревный минимум. То есть, ну, двухмесячный относительно. Прошлого месяца. Минимум прошлого месяца, по факту. И она протестировалась еще раз в начале августа. Потом можно сказать, что двухмесячный минимум. И можно сказать, что она протестировалась. То есть, цена недалеко, достаточно далеко от него развернулась вверх. Я бы не ожидал последующего спада. Я не ожидал последующего спада. Возможно, очередного ретеста локального. Локальной поддержки 980-960, но не ниже. Скорее всего, позитивный тренд. То есть, положительный, восходящий, скорее всего, будет продолжаться в ближайшее время, а в средние сроки. Расширяющаяся формация тут присутствует, но я думаю, что она идет уже к концу. Особенно исходя из этой тени, которую здесь мы видим на часовом графике. И по поводу китайского рынка тоже была новость. Мы просто его очень-очень быстро разберем. А50, индекс фондовый китайский, Шанхэ Композит и Шанхэ Композит. Шанхэ Композит на максимумах тестирует локальный максимум. Я бы на него не ставил. Шанхэ Композит лучше показывает фактор вероятности разворота тут. По итогам вот этого спекулятивного роста, исходя из новости последней, недавней. И тут, кстати, есть определенный диапазон такой зеркальный. Его видно на Шанхэ Композит, на Шанхэ Композит его не видно, потому что Шанхэ Композит на максимумах, но тоже по факту тестирует вершину боковика якобы, да. А по поводу А50, это тоже сопротивление тестируется из поджатия вверх. Можно дождаться последующего импульса. Скорее всего, может он произойти. Нужно следить за тем, новостной фон будет портиться дальше или нет. Потому что она улучшается, идет на улучшение. И все равно есть аналитика недавно вышедшая из тоже СМБС о том, что некоторые люди все еще до сих пор боятся, что же будет с Тайваном, с политикой Китая по отношению к Тайвану. Президент США Джо Байден, он зачастую поначалу, когда создает какое-либо движение, либо политическое действие по отношению к другим странам, поначалу он якобы идет на то, чтобы порешать какую-либо проблему, но, к сожалению, у него не так хорошо получается, как у Трампа получалось. Поэтому насколько этот тренд будет долгосрочным, я не знаю. Я бы, скорее всего, и с технической точки зрения дождался еще одной коррекции на китайском рынке. Ну, коррекция как? То есть, нисходящее коррекционное движение. Якобы своего рода укрепление над минимумами, над этим диапазоном. Если мы говорим по шлангампазит, это 14500, например. Вот. А затем уже в случае, если будет рост, то будет рост. Если будет снижение под этой отметкой, то, наверное, нет. Тут ситуация по шлангампазит тоже приблизительно похожа. Средина этого импульса. Если ниже закрепимся, то не очень хорошо. Поэтому по поводу этой позитивной новости, по поводу звонка Байдена с президентом Китая, я не очень думаю, что они могут что-либо решать. То есть, не похожая ситуация, что мне кажется, это просто спекулятивный рост. Это просто спекуляция на новостях. По поводу, исходя из политики, из анализа политической и так далее. Ничего экономического тут нет. По поводу фондового рынка США и движения доллара и форекс-пар. Переходим к основной теме ежедневного анализа. Фондовый рынок, так же, как и основные форекс-пары, продолжают в боковике двигаться. Со вчера, кстати, был рейтез поддержки, и цена развернулся до сопротивления, вернулся снова к поддержке и сейчас в середине диапазона. Довольно хорошая возможность в цели того, чтобы понять, что будет дальше. То есть, если мы поднимемся выше, ну хотя бы по S&P 500 4510, то это хорошая новость. Если сильно не импульсивно поднимемся, то есть, если умеренно поднимемся на этой отметке, а не просто импульсивно его протестируем. Если будет импульсивный ретест, то, скорее всего, цена развернется от середины диапазона. Это не очень хороший сигнал. И это признак того, что доллар может идти вверх, а S&P может идти вниз. Сейчас, в данный момент, доллар корректируется и идет ниже локальных минимумов. Поэтому мы видим вот этот рост по S&P и по Dow Jones тоже. По Dow Jones тоже боковик держится все еще. Локальный минимум протестировалось с пробоем, и котировки сейчас растут. Я думаю, что, скорее всего, с технической точки зрения, середина диапазона может прорваться, и цена может пойти выше, и доллар может продолжать свое снижение. Но нужно дождаться, по факту, последующего ретеста локальных максимумов по S&P и по Dow Jones, чтобы сказать, что будет в среднесрочной перспективе. По поводу доллара, для того, чтобы его разобрать, я мельком посмотрю на экономический календарь. Есть по Британии, которые уже вышли релизы, а по США релизы есть только один в 3.30 по MSK индекс цен производителей. Можно его считать относительно тоже инфляционный, идет на понижение. Ну, это довольно хорошая новость для фондового рынка относительно. Причем, потому что, если идет на снижение якобы своего рода инфляционный индекс, то вероятность того, что ужесточение монетарной политики ФРС произойдет в ближайшее время, понижается. И само по себе индексы могут расти на фоне этой новости тоже. Почему бы и нет? По поводу доллара США и как он на самом деле держит корреляцию обратную с S&P очень хорошо, но при этом обращайте внимание, что одновременно растут еще и облигации. Толлар сейчас падает ниже локальных минимумов. И тут есть диапазон для ретеста 92, давайте скажем, 20, 92, 25. Скорее всего, должно протестироваться. Дальше мы посмотрим, что будет с ценой. Возможно, она будет притормаживать снижение в этом районе где-то. В течение дня между европейской и американской сессией, чтобы просто сбить с толку. С одной стороны. И исходя из такого, из данного сценария, я сейчас посмотрю еще на дневной график, посмотрим, возможно, есть какие-либо уровни, которых мы не видим на этом таймфрейме. Ну, в целом, локальная поддержка, которая неоднократно протестировалась, и она находится, конечно, гораздо ниже. Поэтому, если, скажем, по поводу нескольких дней там вперед, то 92, 91, 80 могут быть под следующими отметками для ретеста. В случае, если прорвется 92, 20, там, 92, 20, дальше, скорее всего, 92, 91, 80 могут протестироваться. От этого зависит, то есть, движение зависит от того, насколько фондовые индексы будут расти. У них есть потенциал роста, этого видно. То есть, с технической точки зрения, фонд новостной тоже за продолжение такого сценария. Посмотрим на Форекс Пар. Исходя из данного сценария, по факту евро, фунт австралиец и новозеландец тоже должны продолжать свой рост. Но ситуация тут немножко пугает. Почему? Потому что, да, очень хорошим импульсом, очень красиво протестируют локальные максимумы и евро, и фунт. Сейчас разберем евро. Тут есть диапазон, который может протестироваться в дальнейшем. То есть, цена может подниматься до его вершины. То отметки 1,1860, 1,1840, диапазон сам, будущее может протестироваться. Если консолидация в этом диапазоне произойдет без сильных, сильно больших свечей с большими теням и красными, где-то ближе к верхушке этого диапазона, то можно рассчитать на дальнейший рост. Но в случае, если будут фракталы, мы тут увидим сформирование фракталов, разворотных фигур и так далее, то, скорее всего, на определенное время можем войти в консолидацию. Поэтому обращайте внимание на ретест диапазона по евро 1,1860, 1,1840. Импульсивная цена приближается к нему, скорее всего, в ней может застрять. По поводу GBP, по поводу фунта, тут тоже есть локальный максимум и определенная поддержка 1,3860, 1,3880, пусть будет диапазоном для ретеста. Цена вошла в него и выйдет ли выше, зайдет ли выше, но не факт, потому что импульс может быть очень сильным. А когда сильно, импульсивно цена тестирует максимум или минимум вершину или дна рынка, то затем следует обязательно зачастую разворот. Поэтому, ну или если не разворот, то хотя бы при торможении роста, да. А затем, если такое случается, то обязательно обращайте внимание, заходит ли цена ниже середины предыдущего импульса или нет, укрепляется она дне. То есть ниже или выше золотой середины импульса после разворота от вершины или от дна. И в случае затем цена снова прорвет, пробьет середину предыдущего импульса, это признак продолжения тенденции или же продолжения самого боковика. Довольно хорошая политика, в связи с тем, что пользоваться, особенно когда цена консолидируется в широких боковиках, как сейчас. Австралийцы, Новозеланды, ситуация тоже похожа, импульс очень сильный. Диапазон есть 74.20, 74 можно протестироваться по Новозеландцу, тоже 0.71.60, 0.71.40. Затем нужно посмотреть, куда цена дальше продвинется. Если будет поджатие к верхушке этого диапазона, то это хорошо. Если увидим фракталы, разворотные сигналы и так далее, то это разворот и при торможении роста на определенное время. По поводу золота и по поводу серебра, тоже консолидация продолжательная, но есть поджатие к максимумам. Мы выше сопротивления локальным укрепляемся и очень важная отметка тоже 1800 находится под ценой. То есть тут я бы сказал, что скорее всего в будущем цена может расти дальше, потому что мы над очень важной отметкой 1800, но масштаб самой этой отметки может ей позволить, чтобы она протестировалась несколько раз неоднократно в ближайшем будущем и чтобы разнесла всех покупателей, а потом только пойти вверх. Поэтому на это тоже обращайте внимание. Я бы тут дал для рыска хотя бы середину этого импульса 1795, для того чтобы протестироваться, потом уже посмотреть, куда цена может двигаться дальше. По серебру то же самое. Середина импульса для рыска 24 доллара. В случае, если цена ниже опустится, то по итогам этой отметки должна снова развернуться и возможно затем пробьет и локальные максимумы. По нефти, как мы видим, цена тоже в боковике продолжает движение. В середину боковика прорвала и скорее всего будет дальше расти доллар, затем будет обязательно падать и доллар канадец тоже. То есть тут есть довольно неплохой сигнал. Сегодня мы их увидели и на евро, и на фунта, и на австралиице, и на новозеландце, и на золото относительно тоже есть. Но там есть вероятность сильного расхождения волатильности, что вас собьет с толку и просто вас вынесет. Но по нефти, по канадцу и юзда канадец есть довольно такой красивый сигнал снижения. Сильно большие тик-профиты тоже тут нельзя давать, к сожалению. Но если фондовый рынок пойдет на рост, то по поводу дальнейшего снижения доллара можно будет гораздо увереннее. По поводу биткоина и по поводу эфириума картина смотрится красиво, но тут поджатие к минимумам может привести к импульсивному ретесту локальной поддержки. Я не думаю, что это произойдет. Я думаю, что цена от него развернется и пойдет вверх. Вот здесь диапазон риска, 44 300, как и вчера, 44 300, к которому мы еще не добрались. И если ближайшее сопротивление не протестируется даже, либо же не прорвется хотя бы, то, скорее всего, думается, оно может в короткой сроке еще поджиматься к локальному максимуму, даже пойти еще выше. Но затем обязательно он протестирует локальную поддержку. То есть, в случае, если мы ставим на рост в рамках этого боковика, то возможно, и нужно иметь в виду, что цена может на самом деле пойти в ближайшее время до 48 000, до 49 000, но затем может очередной раз протестировать середину вот этого диапазона, то есть 44 000 или же 43 000, а затем снова подниматься и в краткое время подниматься очень высоко после этого, после того, как он сделает это движение с целью того, чтобы просто разнести все стопы. По эфириуму ситуация приблизительно похожа, но у него волатильность более контролируемая, поэтому риск 3 200, выше 3600. Скорее всего, цена может дальше подниматься до 3800, пока боковик держится 3600-3400. Друзья, спасибо, что посмотрели этот эфир. В случае, если будут вопросы, обязательно запишите в комментарии, напишите. И в случае, если интересно, есть какие-то еще другие активы, которых я, возможно, забыл разобрать, тоже об этом пишите в комментариях. Не забудьте подпишитесь на наш канал. Цель того, чтобы быть в курсе, какие еще есть ролики, какие есть видео обучающие или же прогнозы рынка, которые у нас выходят, чтобы вы могли за ними следить. Спасибо, что посмотрели этот эфир. До следующей встречи, до понедельника. Всем хорошего отравления. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»